Олег, что ты задумал-то? Чего задумал? Он хочет единственную дочку наследство лишить. Че? Ты что, с ума сошел? Чего ты сказала? Ты знаешь, я уже много лет с вами живу, но пока еще с ума не спрыгал. Олеженька, слушай. Подожди, я знаю, что я делаю. Олеженька, я тебя прошу, ты только, пожалуйста, необдуманных шагов-то не делай. Ты сейчас плохо себя чувствуешь. Вот когда выстроишь из больницы, выйдешь, с Танечкой поговоришь, вот тогда и будешь решать. Ты поняла? Интересно, вот один раз в жизни я могу сделать то, что хочу? Можешь. Могу. Нет, не можешь. Не можешь. То, что не Господь Бог. Ну, это правильно. И не можешь решать судьбу дочери. Что ты этим хочешь сказать? Только то, что сказала. У вас с Сергеем одинаковые шансы на отсутствие. То есть, ты с ним уже тогда тоже, да? Это с тобой я тогда тоже. А с ним потому что люблю. Нужно знать, кто отец. Нужно сделать анализ. У меня угроза выкидыша. Даже если бы я очень хотела это сделать, мне бы врачи не позволили. Ты сделала это специально, чтобы мне отомстить. Зачем мне это надо? Ах ты. Шлюха. Шлюха. Ну что? Полегчало? Да, если бы не твое положение. Тогда бы ты меня убил. Ну, давай. А мне уже нечего бояться. Так, ты что, ты что, ребенку наплел? Ты совсем спятил? И теперь он никто не успокоить не может? Нет. Нет, я не спятил. К сожалению. Эх, брат Горин, совсем недавно я был самым счастливым человеком на этом свете. Пока Таня не призналась. В чем не призналась? В чем? А в том, что все эти пять лет, которые она провела в тюрьме, она мечтала о мести. И это ей удалось. Этот план они притворяли в жизнь вместе с Гонсалесом. Бред какой-то. Нет, не бред. Не бред, а хорошо с планированной операцией. А мы с тобой, как две дурацкие пешки в этой игре. Ну что ж, ее можно поздравить. Ей это удалось. Дима, это удалось. Мы хотели жить, любить и быть одной судьбой. И наше счастье не делить. И наше счастье не делить. Не с тем, другим, не с той, другой. Ну, бывает так, что все меняется потом. Чужая ревность, как беда. Ночным дождем приходит в дом. Две волны, друг друга снежно обнимают две любви. Под ним огнем в ночи сияют две души. Как две весны, как я и ты. Пусть наши две судьбы. Лишь корабли в открытом небе. Две любви. Живут, а значит, есть на свете. Я и ты. Я и ты. Что за бред? Бред? Да нет, не бред. Она сама мне об этом сказала. А не с Игорем заодно. И все эти пять лет она мечтала нам с тобой отомстить. И, наконец, ей это удалось. Сережа, такого быть не может. Не может быть. А ты тогда логику свою хоть немного включи. Ну, немного. Я вспомнил все последние события, которые с нами произошли. Ну? Вспомнил? Фирму, Игорек, у тебя оттепал? И что? И ничего. Это не без помощи нашей дорогой, разлюбезной Тазьяны Разбежкиной. Вот так вот. Она еще давно это в тюрьме задумала. Пять лет, брат Горин. Пять лет. Нет, у нее было достаточно времени, чтобы хорошо все обдумать. Я? Я в это не верю. Эх, брат Горин, тюрьма, она кого угодно сломит. Кого угодно? Но только не Таню. Ты немножко выпил? Ты бы еще не так напился. Я если бы слышал, что она говорила. И как. Меня еще в жизни так ни разу не унижали. Вот так тебя она разорила. Об меня она ноги вытерла. А ты все не веришь. И знаешь, брат Горин, тщет мне почему-то кажется, что это еще не предел. Наша разлюбезная Танечка Разбежкина не остановится, пока не отомстит всем, кто ее обидел. Так что смотри. Я тебя предупредил. Да чего вы все скудахты, если не собираешься ее наказывать? Это моя дочь. О чем вы говорите? Ну и терпеть вот это все я уже больше не намерен. Я перед Сережей виноват. Я хочу искупить свою вину. Все. И зачем? Он тебя просил об этом? Совесть просит, Яка. Совесть. Да не дурей, Олег. Ну ворвешься как слон в посудную лавку, и думаешь, они тебе благодарны за это были. Да я пять лет назад уже в эту лавку засунулся давно. Ну и что толку? Все помогал Тане Сергееву держать. Что ты близко к сердцу все принимаешь, а? Я за тобой раньше такого не замечала. Олеженька, оставь ты их в покое. Они сами договорятся. Интересно, вот как могут договориться люди, одного из которых просто обманывают или даже шантажируют, чтобы только рядом сидел, вместе. И никуда, ни шагу назад. И вообще, как можно быть счастливым человеком, зная, что женщина, которая находится с тобой, сделает все для того, чтобы удержать своего мужика? Что это такое? Ты посмотри, борец за мужское счастье. Между прочим, если Сергей столько лет с Таней живет, может, ему не так и плохо, а? Может быть, их обоих все устраивает? Интересно, а вот тебе, как матери, это что, приятно на все это смотреть? Что Таня унижается, дочка твоя унижается, все за Сергея держится. Только дурочку не надо из нее делать. Она все понимает. Ну, любит она этого мужчину, любит, хочет быть с ним. преступление. Беда, может быть, да, но не вина. Это я бесконечно слышу. Любит, любит, она любит, все она любит. Тихо, тихо. Это какой-то эгоизм, ей-богу. Что значит, она любит? Нет, я решил все-таки этот узел разрубить, раз навсегда, этот брак, чтобы расторгнуть, потому что это невозможно, это невозможно. Туся, дай мне телефон, Сережа. Я хочу с ним поговорить. А почему не? А почему не? Сейчас, сейчас прям разбежалась. Дуре твоей потакать, не дам телефон. Ай, как это все интересно. Ты ее столько лет любил и теперь готов сравнять ее с землей? Да проще поверить, что ты сумасшедший. Да пожалуйста. Пожалуйста. Если тебе так легче. только ты сначала пойди попробуй с ней поговори. А потом и будешь решать, кто из нас сумасшедший. Да. Я всегда подозревал, что ты такая простая, как вы кажешься. Овечка-то, простушка, Таня Разбежкина. Воплощенная невинность. Это только ты меня считал простушкой. Тебе было так удобней. Простушке легко лапшу на ваше навешать. Любовницу на свадьбу привезти. Угу. Да я по сравнению с тобой просто ягненок. И долго ты собиралась скрывать кто отец? Да я давно тебе пыталась это сказать. Ты меня не слушаешь. Да врешь. Да, ты специально приберегла этот козырь, чтобы мне испортить победу. Не надейся. Не надейся. Я специально установлю отцовство. И если я узнаю, что этот римф к Сергею, ты знаешь, что я с тобой сделаю? Знаешь, что я с тобой сделаю? Моли Бога, чтобы это был мой сын. Да я буду молить Бога, я просто буду умолять Бога, чтобы это был ребенок Сергея. Это ты нас разлучил. Так пусть хотя бы сын будет его. Заткнись! Заткнись! Ах ты подонок! Что же ты творишь-то? А ну, божану, 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 божану! 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 Своей здесь не было! Мерзан! Куда он начал? Да! Привет. Вадик, Вадик, не надо, умоляю, не при ребенке, я тебя прошу, Вадечка, не надо здесь! Танюш, что случилось? Что он сделал? Ничего, он просто получил по заслугам. Таня, с тобой все в порядке? Да, со мной все нормально. Он стоит, трястется, выбежал, глазющий злый, зверюга такая. Ну, ничего страшного, все будет хорошо. Я хочу забыть о нем вообще, раз и навсегда. Таня, может, врача вернуть опять, Нет, 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 я очень устала, я просто очень-очень устала. Мамочка! Доченька моя! Ты что, заболела? Нет, дочь, нет, дочь, я не заболела, я просто устала, маме нужно отдохнуть денек-другой, и мама домой вернется, у нас с тобой все будет хорошо, у нас с тобой все будет хорошо. с тобой. С тобой все будет хорошо. что, его варен и варен такой, Алло, здравствуйте, это брат Сергея Никифорова, Михаил. Да, мне тоже очень приятно. Как хорошо, что я вас застал, у меня просьба огромная. Мы не могли бы встретиться? А еще он сказал, что вы сделаете большую-большую командировку. Далеко-далеко, надолго. Надюш, ты не расстраивайся, не расстраивайся. Видишь, папе нужно, папе нужно уехать, поработать. А еще он сказал, что мы теперь будем жить с Игорем. А я не хочу с ним жить, он плохой. Нет, Надюш, мы с Игорем жить никогда не будем. Нам же с тобой вдвоем хорошо, правильно? Правильно. Только Сереже лучше. Ну, видишь, Сережа не может, у него дела. Зато нас, у нас скоро станет трое. Как это? А так, у тебя скоро будет или сестричка, или братик. Правда? Ура! Ты кого больше хочешь? Сестричку или братик? Ну... А можно двоих? Хорошо. Я подумаю, ладно? Но я подумаю. Тань, ты как, устала? Нет. Все нормально. Слушай, а там Вадик хотел что-то тебе сказать. Пустить его? Конечно. Надюшка, а пойдем, уже поздно. Давай. Мам, ты не будешь скучать? Я буду, конечно, скучать. Но... Твоему братику или сестричке тоже нужно поспать. Они без меня не могут. Пока, братик. Пока, сестричка. Пойдем, Надюшка. И что же мы обмываем? Помолвку. Нет? Странно. 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 Ну, посидел, да перестал. И не сделал тебе предложение? Сделал. Ну и? И ничего? Тат, ну... Ну не томи, да что ж такое? Что же с тебя все клещами-то приходится вытягивать? Я его прогнала. Как это прогнала? Что, вот прямо так вот прогнала? Да. Тань, ну зачем? Зачем? Такой мужчина приятный. Такой симпатичный. Была бы за ним, как за каменной стеной. А мне не нужна каменная стена. Мне нужен человек, которого я люблю. Ну, что ты стоишь? Дворягко, бедный родственник. Проходи, садись. Вот, зашел спросить, ну как ты? Хорошо. Ты ведь не за этим пришел? Говори. Я Сереже говорил. Он мне про тебя какие-то страсти мордости рассказал. Говорит, что вот... Ну, я в это не поверил. Я... Ну, не может наша Танюша так вот расчетливо в спину. Скажи... Ведь это не правда то, что сказал Сергей? Ты просто хотел его проверить? Так вот, а потом ведущий и говорит. Сегодня у нас особый вечер. Сегодня у нас в гостях звезда отечественного шоу-бизнеса Виктор Рыбкин. Прям так и сказал. Звезда. Ну, да. А у тебя же сразу крыша поехала. Не знаю, раз в десять меня спросил, такой, как заел. Это что, ты про меня сказал? А что, про меня он сказал? Я его в студию вталкиваю, а этот же растерялся, но первый раз глазами хлопает. Не было его там вообще, его в студию не пустили. Ну, вот, конечно, вот уже мания величия началась. Ну, как говорится, червайник азиста, жизнь эстрадного артиста. Вообще, если бы нам не наливали в промежутках коньячку, то мы бы вряд ли столько долго продержали. Да. Эй, а вы что, вы тоже всю ночь не спали, что ли? Вить, нас, по-моему, тут никто не слушает, вообще, ноль эмоций. Ну, в самом деле, вы что, мать не нагалка, что вы такие смурные? Нет, вот не могла Таня так поступить. Во-во, и с Сережей, и с Вадиком. Девочки, тут что-то не то. Серега, просыпайся, сейчас там кое-кто приедет. Ну, просыпайся. Вставай. Кто приедет, не хочу никого видеть. Да мало ли что. Вставай, уже утро, на тебя страшно смотреть. Страшно не смотреть. Да приходится смотреть. Ну, вставай, но перед человеком будет неудобно, он придет, а ты в таком виде, разобранном. А это, брат, конструктор такой новый. Называется, разбери сам. Слушай, Мишка, это не моя голова. У меня там ничего не трещало. Экспресс лечения. И целебный бальзам разливался по всему его измученному телу, донося оживительную влагу в самые далекие уголки пустыни. Слушай, так что ты там говорил? Кто там должен приехать? Кто должен? Че? Я надеюсь, что это не... Нет, не Таня Разбежкина. А ты откуда? А мне все равно. Я все равно, кто придет. Да я теперь никого не боюсь. Даже если бы сейчас пришел. Даже если бы она сюда пришла и искала тебя, она бы не нашла тебя. Ну, если бы не догадался заглянуть под кровать. Под кровать? Под кровать я бы не стал прятаться. Не, я теперь начал понимать ее гораздо лучше. Если бы я был поумнее, я бы понял, что то, что она сделала, вполне можно было ожидать. Да. Удивила. Танюша. Не ожидал. Да ладно, че тут удивительного? В литературе таких примеров полно, между прочим. Почитайте. Да, Дима, ну что ты мелишь? Ну какая литература? Ну вообще, мам, юноша прав. А ну так посидишь в тюрьме, не один годочек, еще не так осатанеешь. А что вы можете понимать в этом? Теоретики. Вы же ни дня не сидели. Ой, ну слава богу. Вам все шутки шутить, а у людей там вся жизнь под откосом. Так я о том и говорю. У человека вся жизнь под откосом. По неволе осатанеешь. Можно решиться не только на месте. Может и Таня тоже? Подожди, 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 Вить, подожди. Мы же не знаем, что там произошло у них с Серегой. Мы знаем это со слов Вадика. Вадик знает со слов Сергея, который напился. Ну, телефон испорченный получается. Да подождем. Ты, значит, ты сама сказала, что Таняка Вадику все подтвердила. Ну... Так. Ну, значит, вот пока она сидела, мечтала выйти всем отомстить. Вы знаете, пять лет срок большой, можно все обдумать. Дима, вот ты, пожалуйста, не говори то, что ты не знаешь. Ни о чем... Не понимаешь же, о чем говоришь. Ты... Я сидела там, я знаю, чем там люди живут. Никакими мстями, местями, нет там ничего близкого. Живут одной мыслью, как бы выйти поскорее. И забыть все, как страшный сон. Забыть. Это легко сказать. А вот если человека несправедливо осудили, ребенок родился в тюрьме, да тут этих врагов так возненавидят, что не только на это можно решиться, знаешь, такого можно натворить потом. Ведь, может, ты считаешь, что я своего мужа специального отрубила? Нина, ну что ты говоришь? Из-за мести. Ну кто? Не думаю. Нет, ну скажите, не стесняйтесь. Нет, не надо. Боже мой, ну зачем я не понимаю? Мамочка, мам, не надо. Нина, я прошу. Нина, ну куда ты? Ой, ребят. Ой. Слушай, Мик, слабое лекарство? Нифига не помогает. У нас есть что-то покрепче, а? Ничего не осталось, ты уже все выпил. Да ладно, я же помню, там еще было, Миш. Давай, давай. Слушай, я попросил тебя по-человечески, приведи себя в порядок. Нет. Да, красиво. Ну, а по какому поводу? Помните, раньше мы с тобой хорошо коротали время за шахматами? Николай Порфеевич, простите, простите мне мой свинский вид и... Ладно, Сереж, бывает. Простите. Какими судьбами? Вы же должны были уехать уже. Да вот, пришлось задержаться в Москве по делам. Но я даже рад этому. Появился повод еще раз с тобой увидеться. Как вы узнали, где я живу? Михаил позвонил, сказал, что у тебя какие-то проблемы. Решил навестить. Михаил, да вы его побольше слушайте, он еще не такого наговорит. Психологи, они опасные люди. Я пойду кофе сварю. Вам с сахаром? Без, Миш. Хорошо. Ну так что, Сереж, какие проблемы? Да никаких. Выходит, Миша ошибся. Ну, бывает. Понимаете, он юноша, он все принимает близко к сердцу, а я нет. 200 грамм накатил и все в порядке. Кстати, там у нас где-то еще что-то должно было остаться. Давайте ваш приход отмечать. Ну, мне нельзя, ты знаешь. А тебе, по-моему, хватит, парень. А вот по душам поговорить, пожалуй, можно. Николай Парфеевич, дадите мне пять минут, а? В холодной душе я буду почти вмене. Давай. Ну? Как дела? Самочувствие? Спасибо. Ну, чего? Вы говорят, от завтрака отказались. Это нехорошо. Сейчас надо за двоих питаться. Аппетита нет. Если больничная еда не нравится, скажите родным, пусть принесут чего-нибудь домашнего, вкусненького. Противопоказаний у вас особых нет, так что можете есть, что хотите. но витамины принимать обязательно. Я вот тут написала, родные придут, отдайте, пусть купят. Я сама схожу в аптеку, все сделаю сама, я сама куплю. А зачем же самой? Вчера тут столько родных и близких крутилось. Они ко мне больше не придут. почему-то не придут-то? У них что, эпидемия сменки началась? Потому что они меня теперь ненавидят. ну что, довольны? Обидели человека? Умники. Мам, а мы-то чего? В сану? Да молчу, у кого-то головы на плечах нет? Чего ты мелешь-то тут? А ты тоже, но у него он не соображает, что говорит. А ты взрослый мужик. Ну чего, нельзя было помягче говорить, а? Мам, ну чего я такого сказал? Во-первых, я не со зла, во-вторых, я не знал, что Нина так отреагирует. А как иначе? Она же подруга лучшая, не разлей вода. Она же просто обиделась, что вы такое, в таком Танюшу подозревать можете. А мы с тобой хорошие уши развесили, да? Мы даже слова в Танину защиту не сказали. Да. Ну в самом деле, Танька же на такое не способна. Ну чего? Вот именно! Это ж, это ж такое злобу годами копить, а потом вот так из-под тяжка, что ли? Да никто не говорит, что она это сделала, мы просто предполагали. Отдам все, что угодно, побожусь чем угодно, но такого быть не может. Хорошо. Ну и что делать? Так, это опять глупость сказал. Так, вообще молча. Что делать? Тихо! Слушай, кому плохо сейчас, кому хуже всех? Танюше. Кому помощь нужна? Танюше. Танюше. Кто кроме нас эту помощь может оказать? Мам, можно как-то покороче, давай команду, и тогда что делать? Собираемся, едем все вместе в больницу. Ну хорошо. Вам пять минут на сборы, нам десять, нам продукты собрать надо с Галей. Все, поехали. Диван! Так, звони Васеньке, Василию Ивановичу, чтобы через пятнадцать минут через часа ждал у подъезда в машине. Иди. Галя. Давай, Васенька. Попали со мной. Васенька, Васенька, Васятке позвони. Да, история невеселая. Так что, как сами видите, Николай Парфеевич, помочь вы мне ничем не можете. Ну, я не психотерапевт, душевные раны лизать я не умею. Время лечить, Сережа. Время и расстояние это проверено. Был у меня такой случай в жизни. Так что, испытал на своей шкуре, могу сказать, действует. Вот, может и тебе стоит попробовать уехать из Москвы. Мое предложение остается в силе. Думай. Слушай, может действительно уедешь куда-нибудь, отвлечешься? Да ты понимаешь, чтобы сделать что-то стоящее, нужна, нужна энергия, нужна вдохновение, нужна. Ну, нет у меня сейчас ни того, ни другого, ну, нет у меня ни того. Я не знаю, как я вам в таком состоянии, чем я могу быть полезен. Николай Парфильевич, дорогой мой человек. Ты прежде всего самому себе стань полезным. Захочешь, работать сумеешь. Я в этом уверен, но решать тебе. Здесь мой домашний адрес и все контактные телефоны. Надумаешь, звони, такой работой загружу. Сам себе позавидуешь. Ну, все, ребятки, извините, мне пора. И бросай валять дурака. Помни, что я тебя жду. Давай, удачи. Тань, а я все знаю. Вернее, я ничего не знаю, но я чувствую. Я понимаю, что это как-то связано с Игорем, да? я так и знала. Я как только его рожу увидела, сразу поняла, как обухом по голове, что это вы за него с Сергеем расстались. Конечно, ему же просто нужно при разводе с тобой тогда фирму делить, а ему и как невыгодно. Вот он и засуетился. Я, Тань, только одного не понимаю, как же ему удалось заставить тебя расстаться с Сергеем. Ну, ты, ну все, ну не переживай, все будет хорошо, я никогда тебя не оставлю, мы что-нибудь вместе обязательно придумаем, слышишь, Танюшка. Тань, уймся. Ириночка, если бы ты знала, если бы ты только знала, что мне стоило отказаться от Сергея. Тань, я ему это сказала, понимаешь, сказала в лицо. Прямо классно. Скажи, пожалуйста, вот один вопрос, последний, Танечка, Игорь тебя шантажировал. У него, у него были документы, документы тоже, могли спастись Сережу от тюрьмы. он сказал, что он мне их отдам, и я стоя от него откажусь. Он, я не было, понимаешь, другого выхода. Мне пришлось это сделать. Вот сволочь, да я его задушу просто. Как же таких уродов земля держит? Хороший мужик этот, Гладышев здорово все придумал, но только поздно, я никуда не поеду. может, все-таки подумаешь? Да нет, Мишка, меня как трактор переехал. Ага. Цель в жизни пропала, желания нет. Короче, ни на что не способен. Трактор переехал, цель в жизни пропала, ни на что не способен. Слушай, надо поднимать самооценку. Талантливый архитектор, замечательный специалист, умеющий увлечь других своими идеями, очень требовательный к себе. Мишка, даже если ты все, что ты перечислил, даже если это правда, скажи мне, когда это было? А ты не помнишь, ты сам говорил, что ты можешь построить город, и чтобы даже там двух одинаковых домов не было? Говорил. Только знаешь, в чем проблема? Меня это уже давно не заводит. Ну, куража, что ли, нет. А так работает. Да и сил не осталось. Только наводку. Точно. Слушай, ты меня достал со своей депрессии. Давай просто возьми себя в руки и попробуй. Может быть, сразу появятся силы и энергия. А смысл? Смысл? Кому и что доказывать? Теперь хоть понятно, в чем дело. я вынуждена была это Сергею сказать, иначе бы он не ушел. Сережа должен был исчезнуть из моей жизни, таковы были условия Игоря. В противном случае, документы и оправдущие Сережи не попали бы на стол к следователю. Ну что же это такое, ну ты, что, уму не постижим, оборотил такой. Я гад просто. Ну, сначала приняли же по-человечески, я сейчас, ну, когда-то вчера его вытолкала, Мария Николаевна, из твоей палаты, в глаза смотрю, он зверь, ну, чистая вода. И вы чувствуете, во мне, как звериная ненависть просыпается. И понимаю, что я могу в этом состоянии сделать что-то невообразимое, ну, убить просто, честное слово. Хорошо еще Наденька была там, а то бы Вадик его в стенку бы вмазал. Да, Вадик схватил. А он вот, слава богу, убежал. Да. Вот зря я не остался, как чувствовал. Ну, ничего, мы ему вмажем, мало не прокажется. Танюш, я вот одного понять не могу, если Сергей на свободе, значит, Игорек уже навредить не может. Так? Вроде так. Почему ты Сереге ничего не рассказываешь? Почему? Как я ему скажу? Как? Он меня даже слушать не захочет. Как мне? Как это он тебе? Ну, что ты так говоришь? А не захочет заставим. Конечно. Ты что, Милая, это главное, не волнуйся, ты пойми, нас смотри, мы как объединимся вместе, мы на него насядем, он сюда примчится, как Мили Миле. И выслушает, и поймет тогда. Нет, если надо, мы вообще пропустим вход там, дубинки, всякие, если заточи вы газ, шпильки, заколки. Никуда твой Никифоров не денься, все поймет, простит. Ты же ради него на такое пошла, это же... Конечно, Танька, если любит, то... Знаете, как говорят, от любви до ненужности один шаг, такое не прощает, такое нельзя простить. Как же нельзя простить? Он же нормальный человек, Танечка, ты ему объясни все по-человечески. Спокойно, вот как все было, он поймет тебя. Если любит, поймет, понятно? А когда ты ему расскажешь, на что ты пошла раненево, он тебя на руках носить будет, Тань. Да, конечно, а с Игорьком мы потом разберемся, только с ним уже как-то, знаете, особенно, он такой, у нас такой мерзкий, скользкий тип, специальный приспособлений, чтобы не выскальзывал. Ничего, ну сначала его придушим, а потом пускай скользит. Куда подальше? Слушайте, не надо, не связывайтесь с ним. Ну, это же, это чудовище какое-то, это монстр. Тань, да что его бояться? Таня, это мой профиль, с чудовищами бороться, понятно? Да, да. Он один, а нас много. Да я его удушу, если он еще раз. Он умеет. Он умеет. Он умеет. Да, он умеет. Короче говоря, Рыбкин, личная гвардия Татьяна Разбежева. Все, ура. Это что еще за собрание такое, а? Ой, простите, доктор. Понимаете? Больная? Вы же говорили, что никто не придет. Простите, доктор, это, это моя семья. Хоть и не вся. Добрый день, Игорь Дмитриевич. Добрый. Вот я вам принес, как обычно. У вас такой нервный вид, как будто вы хотите нас грабить. У меня ко мне очень мало времени, и не до шуток. Можно его делать, как можно быстрее? Слушаю. Да, он как раз сейчас здесь. КОНЕЦ КОНЕЦ